И отмечаем День защиты персональных данных. Цель праздника – напомнить людям об ответственном и безопасном использовании сети, о важности неразглашения своей личной информации. Ведь любые данные, попавшие в руки злоумышленников, потенциально опасны для владельца. Элементарные навыки по защите персональных данных особенно важны для тех, кто с интернетом пока на «вы». Впрочем, советы специалисты никому не помешают. Интернет позволяет пользователям всего мира получать любую информацию, учиться, общаться, находясь на разных континентах. При этом зачастую под угрозой оказываются личные данные. Последствия от кражи информации, хакерские атаки, вымогательства, чаще взлом кредитных карточек. Как не стать жертвой кибермошенников, участникам программы «Активное долголетие» рассказывали на занятии по компьютерной грамотности. Самый главный инструмент, при помощи которого мы можем защититься, это наши знания. Главное правило – это надежный и сложный паром. Минимум 10 символов. Обязательно использовать цифры, знаки припинания, строчные и заглавные буквы. Но даже самая сложная комбинация не гарантирует стопроцентной защиты от взлома. А потому еще одна мера предосторожности – двухфакторная аутентификация. Функция расположена в настройках безопасности сайтов. В этом случае, кроме введения пароля, при входе на сайт нам, на телефон, приходит смс-сообщение с кодом. И после этого мы вводим код из смс-сообщения на сайт. Таким образом, войти на сайт может только тот пользователь, который не только знает пароль, но также тот, у которого в руках находится телефон. Шифруйте свои данные, предупреждают айтишники. Ни в коем случае нельзя пересылать личную информацию и документы в открытом виде. Желательно, например, закрыть их в архив с паролем. В таком виде можно уже прикрепить этот архив с паролем, содержащий наши документы к письму, и перенаправить по адресу. Еще один совет от киберспециалистов – осторожно относиться к присылаемым ссылкам в текстовых сообщениях. Несколько месяцев назад Галина пострадала от мошенников. Ей пришло смс якобы от пенсионного фонда. Пенсионерка открыла сообщение и автоматически подключила услугу, за которую с ее счета ежедневно списывали деньги. Пишут, что мой заказ принят, пять дней бесплатно мне это будет ответ приходить на любой вопрос заданный, пенсионный. А потом у меня уже стало пять рублей каждый день. Пошла в салон связи, в один пошла, в другой. Они мне назвали код какой, чтобы я уже набрала. И вот эти пять рублей у меня все прекратилось. Эта группа долголетов предпочитает смартфоны. Тема занятия – как безопасно пользоваться гаджетами. Лучше всего, конечно, не прописывать свои данные в интернете, не давать никому своих паролей, никому не давать своих логин и информацию вообще про себя. Купили телефон, сразу нужно установить защиту. На выбор пароль, графический ключ или отпечаток пальца. Чтобы избежать утечки личной информации, шифровать нужно и свои данные в настройках смартфона. Не давать лишние разрешения приложениям. Углу оно было дано. Зачем ему это? Не знаю. Вот вы можете его убрать. Не уберегли личные данные, ждите неприятностей. Самые безобидные – спам и рекламные звонки. Обналичивание счетов, подделка документов, шантаж – куда серьезнее. Снимать и деньги с банков, с карточек наших, также по недвижимости, также могут войти и лишить нас полностью недвижимости. Документы такие подделывают все, вот эти электронные подписи сейчас. Все это, да. Поэтому нам обязательно, вот это, нас нужно предупреждать, объяснять, показывать, как нам быть с нашими телефонами. К советам по гибербезопасности участники активного долголетия отнеслись серьезно. Дружно отключали разрешение, шифровали и даже усложняли пароли. Теперь мы предупреждены, а это значит вооружены. Теперь нужно поделиться новыми знаниями с друзьями и знакомыми. Но лучше привести ровесников на занятия по компьютерной грамотности, где специалисты каждому объяснят и покажут, как не стать жертвой мошенников. Анастасия Галкина, Полина Лешко, Максим Максимов, Никита Кистанов. Новости дня.